Ну, вот эта история, когда Лотковой дали наказание, во-первых, связанное с лишением свободы, и дали три года, меня это тоже возмутило, поскольку я убежден, что, во-первых, там не было превышения необходимой обороны, и вообще законодательство, касающееся необходимой обороны, его нужно, конечно же, менять, иначе у нас получается, что всегда виноват тот, кто оборонялся. Потому что действительно там есть определенные жесткие условия, при которых оборона считается необходимой, и лицо освобождается от ответственности, и зачастую это зависит от того, кто какие показания дает. Конечно, юристу проще дать такие показания, чтобы оборона была, суд осуществил ее необходимой, и так далее. Это первый момент. Второй момент, вообще избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, вот в конкретной данной ситуации, не было никакой необходимости. Даже если суд признал виновный, то мы знаем большое количество случаев, когда там людям дают по восемь лет условно, да, за причинение тяжкого вреда здоровью, в совершении ДТП, при совершении ДТП, там в пьяном состоянии, и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, именно поэтому, в том числе, это вызвало определенный резонанс, и общественные профессионалы подключились, и слава богу, что вот эта ситуация, дай бог, разрешится благополучно. Поэтому, я видел, безусловно, эту запись, я не был, конечно, на месте происшествия, но, исходя из видеозаписи, я считаю, что не было превышения меры необходимой обороны. Но, даже если суд решил, что это было, необходимости назначать наказание, связанное с лишением свободы, для молодой девушки, это, на мой взгляд, просто неразумно, учитывая, что, к сожалению, зачастую это ломает всю жизнь человека. Это совершенно другая среда окружения, мы понимаем, что там нет необходимых средств гигиены, жизнь человека может просто быть надломлена, и девушка могла просто уже не вернуться в нормальный социум, и стоило ли это того, что ей инкриминирует. На мой взгляд, это абсолютно несправедливое наказание, как минимум.